Как построить себе каркасный дом, если ты девушка? Всем привет, дорогие друзья! Мы сегодня приехали на наш построенный каркасный барнхаус вместе с нашим клиентом Мариной. Она по совместительству еще и руководитель отдела в агентстве недвижимости. И сегодня она будет рассказывать нам с вами историю, как она проходила весь этот путь от идеи до полностью готового дома, который за моей спиной. Само собой, покажем планировку, расскажем о том, как проходил процесс и довольна ли она результатом. Всем приятного просмотра! У нас здесь одноэтажный барнхаус, построенный на монолитной плите по каркасной технологии, что, в принципе, уже немножко нестандартно. У Марины было очень много опасений по поводу свайного фундамента, она об этом еще подробнее расскажет, поэтому здесь 300-я плита, как для каменных домов. Хотя грунт на участке, где мы построили дом, позволял делать любой фундамент. Ну, в общем-то, по поводу дома. Это каркасная технология, 200 мм утепления стен, 250 мм утепления крыши. Дом полностью отделан планкеном, здесь нет металла, хотя обычно барнхаусы так и строятся, даже недавно у нас на канале выходил ролик, где у нас там барн, две стены зашиты металлом, а фронтоны деревом. Но здесь полностью деревянный фасад, что, конечно, очень сильно выделяет его на фоне похожих проектов. И за моей спиной сейчас открытая терраса с выходом из кухни-гостиной через панорамные окна дверь. Плюсом ко всему, с террасы и из кухни-гостиной открывается просто охренительный вид прямо на лес. Ну и, в общем-то, дом у нас по площади застройки 100 квадратных метров, 80 коробка, 20 это терраса плюс крыльцо. И давайте переходить к истории Марины, потому что я уже, если честно, замерз. Марина, здравствуйте. Здравствуйте. Будто мы с вами не здоровались, ни кадра. Расскажите, пожалуйста, прям издалека, издалека здесь важны все подробности. Как вы решили, запланировали строить дом и как мы с вами в нем оказались? Решила я построить дом еще, когда появилась сельская ипотека 3%. То есть это 2019 и 2020 год. Но там были ограниченные лимиты. В 2022, когда весной появилась возможность зайти под низкий процент господдержки, мы начали смотреть вообще готовый дом. И это проблема всех клиентов. Все хотят заехать, жить и кайфовать уже в этом доме. Сразу говорю, смотрели «Москвичку» тогда. Это тоже были единственные такие прям большие масштабные барны. Ездили туда, смотрели. Была единственная проблема. Маленький участок и сроки. «Москвичка» – это московский тракт, насколько я помню. И как будто бы большие сроки на тот период казалось. Как будто бы большие сроки – 3 месяца. Поехали, искали еще очень много вариантов. Но потом огромную работу сделал как раз-таки специалист в недвижимости, который сказал, Марин, все классно. Можем очень долго искать вообще с тобой. Но ты хочешь, чтобы у тебя был вид классный, планировка определенная. Ты хочешь, чтобы у тебя были обшивка из дерева. Все твои ништяки, которые ты хочешь, по факту, ты можешь получить только заходя в подряд. Первая моя реакция какая была? Нет, подряд это вообще не мое. Я девочка. Мне вообще зачем заходить в эту историю. Я вот только заехала, что-то там на кухне побегать, покайфовать, с друзьями посидеть. Дом рассматривался как выходного дня, поэтому и каких-то огромных целей и масштабов на него я там не возлагала. Первый этап, конечно же, мы поехали смотреть, 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 смотреть. Ничего не высмотрели. Из готовых домов? Да. Когда уже не высмотрели, мне пришел некоторый этап после гнева, у меня пришло все-таки принятие. Мы поехали смотреть участки. Выбрали участок, все. Это вот этот участок, на котором мы находимся? И на самом деле, когда мы заходили, Гарант Строй уже не был партнером в Метрики. Мы нашли вас в ВКонтакте или в Таргете, где-то выпадающий Яндекс. Я сама уже скинула ссылку Никите. Говорю, слушай, прикольные барны. Именно барны меня привлекли. Именно проекты, большие окна. Ну, и я рассматривала себе исключительно какой-нибудь сарайчик. И, соответственно, когда уже первый раз там связались, Леонид был, если я правильно помню. С Леонидом уже, когда пообщались, начали рассматривать. Это была Виванта, потому что у них были они тоже барны, но из кирпича. Это вы имеете в виду другую компанию, да? Мы брали сразу четыре компании, мы рассматривали. Все, соответственно, проекты плюс-минус одинаковые. Ну, либо создать свой проект и строить по нему. Либо там разница была. Каждый продает свой подряд. Очень интересно, у нас дерево только камерной сушки. Только. Это высший класс, это все. И они там, вот я помню, особенно Омега очень активно нам предлагала, что вот их дерево сушится, ну, супер по-особенному. Поэтому цена сразу плюс там 30% была. То есть вот даже в сравнении с вашим подрядом, это вот была цена сразу плюс 30%. То есть только на доску вы имеете в виду или вообще на весь дом? Да, в том числе, потому что весь каркас в основном это и есть доска. И плюсом они начинают говорить про то, что, а, еще и забор вам надо, ну, это еще сверху на 30% больше. А потом, а, так вы еще хотите под брус внутри, имитацию бруса. А, так вот вам еще сверху. И когда всегда начинаешь ты проект там с 4 миллионов, думая, что, так я же в 6 еще и участок запихну, и все. А приходили мы к цифре только там 6,5-7. Чаще всего это было на самом деле в районе 7, потому что реально разница была там плюс 30-20% даже в сравнении с вашими расчетами. Потом, на самом деле, мы с Вивантой очень плотно уже шли в переговоры, но они, какой важный такой момент, они сразу сказали, что стройка будет только в следующем году, начинаем летом. По факту ведь так и случилось. Но именно на тот момент, я же и заходила на готовый дом, я думала, что, ого, сейчас я залечу. Вот так и будет. Да. Если бы я строила свайный фундамент, то по факту можно было бы зайти еще и в те периоды, когда я хотела. Но так как я переобулась, и я была клиентом, который думал, я что, полгода буду за воздух платить? То есть это все клиенты, которые на начале. Но мне нормально все разложил специалист по недвижимости, что не за воздух, а за сохранение стоимости подряда, цены. То есть мы больше, конечно, в эту сторону и смотрели, почему мы так бежали закончить быстрее в 22-м. Потому что было понимание, что в начале года всегда есть какие-то повышения цены. И, соответственно, надо просто закрепить. Здесь у нас дом на монолитной плите в качестве фундамента. И обычно, когда мы заключаем договор с зимой, мы начинаем строить каркасный дом зимой, если он на сваях. Мы с вами просто зафиксировали цены, чтобы дождаться теплого времени года. Все верно. Это кухонная зона, 11 квадратов. Здесь основное, конечно, было второй свет и вообще наслаждение прекрасными видами. Обязательным условием было окно, где раковина. Ага, ну вот мокрые точки просто видно. Потому что я насмотрела всяких проектов, и это было критично. То есть даже изначально, когда мы с проектировщиком делали, тут не было. Тут была сплошная стена. Мы уже вставили. Ага, так. Вот, там уже идет переход плавный в гостиную зону. Здесь тоже много второго света. Большое окно, потому что здесь должна быть вообще зона у нас принятия пищи. Ага. И, соответственно, тоже с видом. Уже стол будет стоять. На самом деле в домике всего две спальни. То есть это небольшой проект. Там три плюс, который обычно. Потому что это дом выходного дня рассматривается. И есть основная спальня, и детская. Ну и санузел, он такой, не особо большой. Он у вас большой, потому что объединен с котельной, да, получается? Да, там объединение с котельной. Домик маленький. И нужно было как-то это все обыграть. И достаточно просто будет потом котельную мебелью скрыть. И особо это не будет. Не нужно отдельное помещение, за счет чего сэкономили где-то место. Вот эта основная спальня, она идет по квадратам меньше. Здесь 10 квадратов. Ну, тут всего один квадрат разницы. Там 11 квадратов. И здесь самое основное для меня это имитация бруса. Все будет, понятное дело, выкрашено еще. Но, я не знаю, к сожалению, запах не передать через камеру. Здесь безумно пахнет деревом. Деревом. Потом еще здесь прям еще течет местами смола. Да, да, да. Потому что дерево только сохнет. И здесь, конечно, своя отдельная атмосфера. Здесь, получается, детская комната. Так. Здесь у нас санузел и котельная. И пойдем туда. Хорошо. Закрытая зона. Там просто еще строительные коробки стоят. И здесь, получается, у нас тамбур. Но он, на самом деле, небольшой. Потому что просто нужно было выделить входную зону, а не объединять ее с гостиной. Ну, в принципе, шкаф, купе. Да, здесь, наверное, шкаф встает. Все. То есть здесь будет основное место хранения. Потому что все равно в комнатах не особо. Нет. Может быть, кто-то заметил. Нет какой-то кладовки. Либо еще чего-то такого. Но, как бы, здесь и не будет постоянное проживание. Соответственно, и это и не пригодилось. А так, конечно, в проекте лучше бы это учитывать. Потому что даже элементарно потом там должен появиться какой-то сарай, чтобы туда все складывать со двора. Ну, и большую, конечно, роль играет терраса. Потому что так-то она была бы построена отдельно где-нибудь. Но тут она была именно продолжением дома. Здесь также предусмотрена розетка для электрогриля. И, соответственно, там будет уже зона отдыха. Если говорить про сам процесс постройки уже, как все проходило, то мы начали в апреле, закончили мы в ноябре. То есть полгода как раз у нас и было по срокам ровно 180 дней. Ездила я постоянно, смотрела, обязательно смотрела, а какой каркас сейчас появился, а вот уже что стоит, а уже как, а уже зачем. Что, наверное, немаловажно сразу понимать и подготовить участок. Потому что я вот этого не сделала. И я столкнулась там, вот, к примеру, он сейчас под углом. И когда мы ставили забор, то с этим столкнулась я в большей степени. Потому что ребята говорят, слушайте, у вас тут вот мне нужно подкопать, а тут у нас вообще человек может пройти. То есть вот, и так как здесь маленький такой участок, у меня ровно 3 метра тут, ровно 3 метра тут, чтобы он встал конкретно по проекту. Ну, тут ключевое было, чтобы он встал с видом. Так-то, конечно, можно было перевернуть и не париться. Но вид у вас здесь шикарный факт. Спасибо. Очень хочется вас поблагодарить за то, что все подробно рассказали и показали сейчас те самые важные моменты, на которые обращает просто обычный клиент, человек, который вот впервые решил построить себе дом. И плюс вы еще и как специалист с большим багажом знаний обратили внимание на то, на что, в принципе, вот можно обращать, если знаешь что-то в сфере недвижимости. Тем более у вас есть специалист даже для этого, который вам с этим помогал. Ну, а просто если вот уже весь процесс ставить позади, мы с вами стоим в уже готовом доме, довольны результаты? Конечно. Дом вообще очень-очень получился как из головы. Так. Там картинка вылезла. На самом деле мне было комфортно работать и с Иваном, и с Григорием, то есть с прорабом. Вот. И это на самом деле такой очень важный момент, потому что ты и так переживаешь, потому что в голове одно, а потом визуализируешь, а бывает оно не так, как тебе хотелось бы. Но еще тебе достаточно спокойно по фактам все раскладывают, объясняют и реагируют, что самое главное, на твои просьбы и на твои предложения. И они топят до последнего, как им хочется. Поэтому спасибо большое ребятам, еще плюс за такое подключение. И, ну, как известно, я своим рекомендую Гарантстрой. И, как известно, они приходят к вам, чтобы уже сделать там некие расчеты. И дальше есть пара клиентов, которые уже строятся конкретно. Да, кстати, за это отдельное спасибо от всей команды. Вот опять у нас какой-то рекламный ролик получился, что ничего плохого не было. Ну, это факт. Спасибо вам еще раз за такой искренний, теплый и информативный ролик. Мы тогда сейчас с вами прощаемся до того, как вы закончите здесь ремонт, и мы приедем записывать полный рум-тур. Окей, без проблем. Договорились? Осталось чуть-чуть, я надеюсь. Если вам нужна помощь в решении вопроса с недвижимостью, неважно, подобрать участок или, например, просто построить дом, можете обращаться. Как видите, на своем примере она с этим отлично справляется. Всем спасибо за просмотр. Нам с Мариной лайк за старание, подписаться на канал и, конечно же, написать комментарий, как вам проект. Увидимся в следующих видео. Хорошего дня! Субтитры сделал DimaTorzok